В этом выпуске новостей с колёс мы расскажем, какие из российских автозаводов, вопреки мощным санкциям и логистическим проблемам, продолжают выпускать автомобили. Ведь конвейеры Toyota, Nissan, а также петербургского завода Hyundai Motor S&G давно стоят. При этом другое предприятие, где делают корейцев — Калининградский автоторг — продолжает работу. Правда, запаса комплектующих хватит примерно до конца марта. Об этом говорят калининградские чиновники. У Мазды во Владивостоке похожие складские остатки. И лишь калужский PSMA Rus, что выпускает Peugeot, Citroёны, Opel и Mitsubishi, плотно загружен. Впрочем, заводчане честно признают — в нынешней ситуации перебои неизбежны. В меньшей степени проблемы коснулись завода Havail, что в индустриальном парке узловая Тульской области. То ли китайцы успели заранее запастись деталями, то ли оперативно наладили поставки компонентов, но именно этот конвейер движется почти без перебоев. Впрочем, в Нижнем Новгороде ситуация похожая. Ведь группа ГАЗ, пожалуй, единственная компания, которая действительно готовилась к введению санкций. Фактически ГАЗ живёт под угрозой санкций с 2018 года. Нет, проблемы тоже имеются. И на всякий пожарный случай завод готовится к введению трёхдневной рабочей недели в апреле. Но пока ГАЗели и ГАЗоны откружаются дилером без мхатовских пауз. Из Ульяновска сведения приходят противоречивые. Совершенно точно, что УАЗ некоторое время стоял, но сейчас снова выдаёт хантеры и патриоты. Правда, без модных автоматических коробок, но выдаёт. КАМАЗ однозначно сократит объёмы выпуска. Причём пессимистичный сценарий, описанный президентом Татарстана Рустамом Минихановым, это минус 40%. Если всё пойдёт по наихудшему варианту, то в простой уйдут до 15 тысяч работников. Рабочая неделя станет неполной. На прошлой неделе мы рассказывали, как встали почти все иностранные шинные заводы. Теперь список приостановленных пополнил Липецкий завод компании Йокогама. Сообщил об этом не кто-нибудь, а губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, сложности возникли с доставкой материалов из-за рубежа. Итого, из-за всех иностранцев держится только Нокиа. Финская компания неоднократно заявляла, что не намерена закрывать завод в Ленинградской области. Однако на днях главный офис объявил, что использует все возможности для наращивания производства в Финляндии и США. Продолжая оперировать фабрикой в России, Нокиан хочет быть уверена, что будет ей управлять и в будущем. Однако инвестиции в Россию остановлены.